Егор, Денис, как вам фильм? А мне фильм понравился. Спасибо. У каждой страны есть какой-то такой свой фильм про это. Просто позорюсь сижу. Я тоже буду позориться. Мы сейчас все позоримся. Дельфины, дельфины, дельфины. Камон, это просто человек в костюме птицы играет птицу. Существует такая штука, как видовая дисфория, когда ты можешь думать, что ты действительно собака и так далее. Спасибо, Денис. Да, вот друзья Дениса все это видели. Какой Егор умный, да? Да, прям классификация. Я был бы золотистым литривером. И к чему мы приходим? Это все патриархат. Какой-то французский манер фантастики, что если бы французы снимали фантастику, то она выглядела бы примерно так. Когда фильм показывали в Каннах, там была другая концовка. Всем привет, это подкаст A1. И веду его я, Ксения Лаевская. И сегодня со мной в паре моя коллега, мой депельгангер Вася Шпоть. Вася у нас отвечает за пиар. Вася, привет. Привет. И сегодня у нас в подкасте гендерное равенство, гендерный баланс, я бы сказала. Мы сегодня пригласили двух замечательных парней, мужчин, актера Дениса Власенко. Вы можете знать Дениса по таким фильмам и сериалам, как «Хэппи-энд», «Страсти по Матвею», «Подбросы». Денис, привет. Привет. И многие другие фильмы. Просто сейчас замучимся перечислять. И наш друг, кинокритик, начинающий кинопрокатчик, ведущий викторины «Кинофан» Егор Москвитин. Привет. 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 О, да, мы поздоровались с кедами. Мы же поделали. Да, и сегодня мы обсуждаем наш новый релиз «Королевство зверей». Он выйдет в прокат 30 ноября, и о фильме подробнее расскажет Вася. Да, премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале в этом году. Фильм не участвовал в конкурсных программах, но он, на мой взгляд, сделал больше. Он открыл секцию «Особый взгляд». И после этого его ждала достаточно насыщенная фестивальная судьба. Например, он участвовал в кинофестивале в Пусане, плюс в Лондонском кинофестивале BFI, но, что самое главное, он предварительно был номинирован от Франции на соискание премии «Оскар» в этом году. Так что нам в ближайшие месяцы есть о чем попереживать. Да, полежать получше. Да, роли в этом фильме исполнили заслуженные актеры, например, Ромен Дюрис, которого вы можете знать по проектам. Три мушкетера Д'Артаньян, плюс еще он играл даже у Ридли Скотта в фильме «Все деньги мира», плюс Адель Экзаркополус, которая снималась в нашем фильме, который мы прокатывали «Жуалой» и «В жизни Адель», собственно, играла там роль Адель. Начинающая звездочка этого фильма... Пол Кирхер, спасибо. Начинающая звездочка этого фильма Пол Кирхер и Том Мерсия, который снимался в фильме «Синонима». Собственно, о чем фильм? Фильм рассказывает о том, что в мире появилась новая волна мутаций, которая превращает людей в зверей. И все, конечно же, взволнованы, непонятно, к чему это приведет. Непонятно, в кого они превратятся. Непонятно, в кого кто превратится. Все из этого очень сильно переживают. Но все серьезно, и непонятно, как ее лечить. В центре сюжета два мужских персонажа, совсем как у нас сегодня в подкасте. Отец и сын. Да, тоже как в подкасте. Франсуа и его сын Эмиль. У них проблема, потому что жена Франсуа заразилась и стала мутировать животное. И он изо всех сил пытается ее спасти. Однажды ее отправляют на юг Франции лечиться. И в процессе транспортировки случается авария. Часть зверей пропадает, часть погибает. И вот отец с сыном отправляются на ее поиски. Но там дальше как бы не все совсем гладко идет. Егор, Денис, как вам фильм? У меня фильм понравился. Спасибо. Ну, мы пойдем. Ну, здорово было смотреть, потому что очень милые все животные. Вот, в то же время иногда страшные. И очень круто, что это все показано так обыденно, как будто это не какая-то фантастика, а как будто вот просто действительно в нашем мире люди иногда превращаются в животных. Все так по-бытовому, невзначай. Мне очень была близка история про сына и отца, которые на самом деле друг с другом отношения должны на фоне этой эпидемии наладить. Вот, и все, что связано со взрослением мальчика, тоже мило. Потому что, в принципе, можно этот фильм рассматривать как историю о том, что папа и мама разводятся, а ты должен решить, с кем ты, на кого ты больше похож. Если с мамой, то беги в лес и ешь рыбу. Вот, если с папой, то оставайся в городе. Короче, хорошая, как всегда, семейная драма, как часто у французов бывает, но немножко под видом фантастики. Только надо честно предупредить зрителей, что французы не умеют делать фантастический блокбастер. Вот, сколько уже было попыток. Об этом мы еще поговорим. Да, недавно был фильм «Катастрофа», который так называется, фильм «Катастрофа» с Гьемом Кане. Вообще никакого постапокалипсиса. Лет 10 назад был фильм «Самый последний романтик на планете Земля». Я думал, фильм «Катастрофа», что-то вроде «Еще дуга на конец света», а там просто мужчина голый бегает по пустому городу весь фильм. И якобы ищет женщину, а возможно, ее нет. Вот, так что, короче, никакая это не фантастика, не знаю. Фильм «Собачье сердце» на фоне этого фильма кажется sci-fi блокбастером. Вот, так что за спецэффектами не идите, за каким-то там драйвом, зрелищем нет, а вот за классной семейной драмой, да. Я согласен с тобой, что это какой-то французский манер фантастики, что если бы французы снимали фантастику, то она выглядела бы примерно так. И, ну, в смысле, это прикольно, что как бы с их любовью к драме, с тем, как круто они это делают, так органично вписалась, ну, такая их французская фантастика, что это как-то выглядит очень органично и живо, что, в общем-то, они не монстры, хотя они монстры, да. Не знаю, кому как. Да, там весь фильм спорят, как корректно назвать. Да, да, да. Ну, просто, например, ты сказал о том, что французы не умеют делать фантастику, и я как раз хотела... А еще есть «Валерия» на «Город тысячи планет». А еще есть «Пятый элемент», который, между прочим, тоже сделан французами, но понятно, что мы куда-то уже в Средневековье ушли. Мы абсолютно так же вчера рассуждали с моими друзьями, когда смотрели это кино, и один из моих друзей заговорил про «Пятый элемент», но я вообще не считаю это французским фильмом. Конечно, это американский фильм. Конечно же, это голливудский огромный фильм за большие бабки. Ну да, я согласна, что здесь, может быть, сравнение не очень уместно, но было просто интересно обсудить вообще потенциал, может быть, французского кино в жанре фантастики. Но мне кажется, Егор просто наш план разрушил, да, потому что мы это вырежем. Нет, ну в целом, да, это, наверное, имеет место быть, что действительно американские блокбастеры, они суперкрутые, и куча денег в них вливаются. Этот фильм, конечно, не такой, но для Франции это большое событие, потому что в фильм уже пришло более миллиона человек, и, ну, мне кажется, что там этот кино заход... Два миллиона птиц, три миллиона собак. И полторы змеи. Да, и бюджет этого фильма, кстати, 13 миллионов евро. Ну, в смысле, понятное дело, несопоставимые бюджеты. Ну, типа, просто наш подкаст. Ну, да, да. Ну, кстати, вот... Маленький бюджет? Нет, большой, большой. Для французов большой. Да, для французов большой. Ну, и здесь стоит ещё сразу сказать, наверное, о декорациях. Здесь снимали без хромакея, и иногда можно увидеть, что, ну, может быть, для французов большой бюджет, но, мне кажется, есть такие моменты, где они немножко бюджет сокращают. Какие? Например? Ну, когда они изображают, например, животных, да, например, там ползёт змея и показывают только фрагмент её, и так там очень ракурсы ставят... Ну, да, но мне кажется, что это, кстати, не в целях экономии бюджета, а как раз вот в том, как бы, в той фишке французского реализма, чтобы, ну, как бы мне, меня вообще ни капли не смутила спина змеи. Я понимаю, что это не... Меня восхитило, наоборот. Ну, а нужно ли? Да, я согласна, и на самом деле здесь я ещё поддержу Егора в том смысле, что здесь фокус не на том, что... Не на самих мутациях, скорее, а на том, чем наполнен фильм, то есть на их отношениях, на отношениях к существам и прочему. Но мы хотели спросить Егора о том, что обычно в Каннах как будто бы... Ну, Канны не особо жалуют фантастическими фильмами, а тут фильм «Открытие» был именно таким. И Егор, ну, как ты думаешь... Чем ты руководствуешь, кто отбирал этот фильм в Канне? Как ты думаешь, почему им решили открыть особый взгляд? Ну, потому что понятно, про что это кино, оно про принятие других. То есть очень много есть в последнее время картин, которые вроде бы говорят нам о людях, которые превращаются в животных, а на самом деле говорят о том, что в современном мире есть очень много гендеров, очень много национальностей, очень много каких-то моделей жизни. То есть, допустим, есть сериал «Мальчик с оленями рогами». И они у него вчера с друзьями говорили. Слушайте, мы вчера тоже провели, оказывается, микроподкаст. Да, надо было записывать. Да, «Мальчик с оленями рогами» — это такой сериал, который тебе обычно скидывает бывший. Я говорю, да, кстати, это про тебя. И, в общем, там в мире будущего вдруг стали рождаться дети, которые наполовину животные, наполовину люди. И на самом деле это история про то, как много разных бывает людей. Есть в Каннах показывали фильм «Агнец», где у двух фермеров, точнее, у овечки рождается наполовину человек, наполовину овечка, и бездетные фермеры и несчастные овца начинают оспаривать черебёнок. Короче, такой крамер против крамера, только с животными. А вообще фантастика в Каннах часто бывает. «Маяк» там был, где с русалкой тоже необычные вещи происходили, и с Робертом Паттинсоном, и в теле русалки. И это чрезвычайное происшествие, корейский фильм «Катастрофа» про пандемию тоже был в особом взгляде, по-моему, или в спецпремьерах. Так что нет, Каны любят фантастику в последнее время. Вообще фантастика в последнее время всё объясняет социально, что происходит. Так проще подобраться, мне кажется, к этим вопросам. Я, кстати, ещё хотела сказать про фильм «Катастрофа», который ты упомянул вначале. Он в России неплохо собирает. Да, он как будто бы нравится российским зрителям. Надеемся, что фильм «Королевство зверей» вам тоже понравится, и вы сходите посмотреть его в кино. Но вы скромные люди. Мне кажется, другой прокатчик бы назвал. «В мире животных» или что-нибудь там. А я видел, кстати, в гугле, что написано «Царство животных». «Королевство зверей» и ещё «Царство животных». Скандал. Да-да-да. Утечка, утечка. Звери лучше. Группа зверей. На самом деле мы долго обсуждали название и думали, как его позиционировать в целом. И мы как раз-таки хотели отойти от ассоциаций в мире животных. А кебель вариант? А вдруг? Вы уже пошли по этому скользкому пути делать коммерческие названия? Нет, было «Царство зверей», было «Королевство животных». Ну и в целом всё, как бы. Мы сомневались только насчёт синонимов. «Королевство полной лисы». Вот бы заработало. И там лиса такая бодипозитивная. Когда мы вчера обсуждали с друзьями фильм, они сказали о том, что… Ну, как бы мы говорили, ну чё, как и как тебе, и как тебе. И вот они в основном все сказали, что им не понравилось. Я говорю, почему? А они говорят, ну потому что мы такое сто тысяч раз уже видели. Это вот к вопросу о том, про фантастику в Каннах и вообще про то, как через фантастику показывают современные реалии. Вот. Это мой вопрос. Вы часто такое видели? Во-первых, ваш фильм ничего не заработает, потому что Денис его всем показал уже. Может быть, твои друзья ориентируются на другое в фильме? То есть, да, они, наверное, видели мутации там и прочее, но как будто бы этот фильм немножко глубже. Ну, безусловно, безусловно. Ну, мне вообще показалось, что как бы если это поделить на серии, отправить куда-то на стриминг типа Netflix и красиво об этом рассказать где-нибудь в запрещенных социальных сетях, то вообще это вполне могло стать следующий Wednesday, типа того. Wednesday. Я, кстати, видела, что ты ходил с этим фильмом. Я хитер Wednesday. На подкаст Диме Колыбелкину и Лизе Арановой. Не, в целом, мне кажется, что история как бы, да, действительно максимально простая, ну, в целом, как бы, какие истории сейчас, ну, не рассказывай, ну, всё, рассказывай, простите за банальную мысль. Может быть, для французского кино, я не то, что большой специалист по французскому кино, честно скажу, я больше как раз таки вот по Голливуду, по США угораю, вот. И, ну, наверное, я такого давно не видела, потому что я в последнее время смотрела больше реалистичных каких-то драм, если мы говорим про французское кино. Поэтому мне кажется, что это достаточно уникальный фильм для Франции. Мне очень нравится французское кино, и вот мне как раз нравится их степень, степень искренности в кадре, и вообще, ну, как бы, с каким, с каким, с каким трепетом они подходят, ну, как бы, к существованию, к истории. Вот. И, ну, тут это замиксовалось. Мне кажется, тут ещё, знаете, возможно, скажу глупость, мне кажется, здесь замиксовались такие, ну, не то чтобы жанры, но, с одной стороны, фантастика, а, с другой стороны, как будто бы slice of life, если можно так сказать. Ну, я к тому, что он не пафосный, да, то есть это действительно изображено, как обыденная жизнь людей, которые попали в такую ситуацию. Кроме того, режиссёр Тамакайе говорил о том, что он не то чтобы вдохновлялся ковидом, карантином, но этот сценарий был написан как раз в это время, когда всем нужно было адаптироваться, и мне кажется, что вот поэтому в этом так много обыденности, то есть с нами уже случилось, режиссёр по факту в каком-то смысле перенёс свой опыт, да, он попал в ковид, все адаптируются, а здесь, ну, как бы немножко другая история, здесь все мутируют, здесь всё несколько сложнее, то есть, ну, здесь визуально можно продемонстрировать вот эту вот адаптивность или неадаптивность, предприятие, неприятие. Ну, а до этого, вот, Егор, ты как знаток кинематографа вообще во Франции существовала, нечто подобное. Во Франции, мне кажется, на такую тему ничего не снимали, или, по крайней мере, я не помню, последние фантастические фильмы. Потому что мне кажется, что у нас-то вообще куча фильмов, ну, похожих, ну, в смысле русских, хороших фильмов, похожих по тематике и вайбу, как говорят молодёжь. Например? Например, фильм «Зоология». Например. Я слышала, там хвост отрастает у женщины. У главной героини, да. Но это как бы буквальный, как бы буквальный, буквальная аналогия, то есть как бы, а так, мне кажется, по каким-то метафорам, ну, так вообще огромное количество наших режиссёров и продюсеров говорят у нас в кино. На такие темы это прикольно. Мне кажется, что это кино скорее для Франции, а у нас уже происходит ловушка восприятия. То есть, смотрите, у каждой страны есть какой-то такой свой фильм про это. Например, есть финский, по-моему, фильм «Скрежеты», где девочка превращается в птицу постепенно. Есть британский фильм с дочкой Джонни Деппа, Лили Роуз Депп и Джордж Маккей, да, который 19-17, который называется «Волк». И он с точки зрения какого-то такого психологизма и внутренних смыслов, скрытых, интереснее, чем этот, потому что там описывается клиника, где живут и пытаются исцелиться дети и подростки, каждый из которых думает, что он животное. И оказывается, существует такая штука, как видовая дисфория, когда ты можешь думать, что ты действительно собака и так далее. И там за каждым из персонажей скрыта какая-то травма. Допустим, девочка-кошка, она превратилась в кошку, потому что к ней по ночам приходил папа, насиловал её, и она мечтала о том, что она возьмёт и выпрыгнет ночью, и на крышу убежит. И она начала думать, что она кошка. А девочка-попугай — это ребёнок с дефицитом внимания. И вот это было интересно. То есть здесь очень классно нарисованы животные, они очень такие необычные, и смотреть одно удовольствие, но ты не понимаешь, почему именно этот хамелеон, почему этот птица, то есть за этим нет никакой трагедии и метафоры. А там это было. И так можно продолжать. То есть есть фильм «Лобстер». Оказывается, да. Я только хотела сказать про него, думаю, сижу. В 99-м году вышел великий российский фильм «Любовь зла», где жена решила разыграть мужа, точнее, невеста решила разыграть женьха, и говорит, она завела в дом корову, и говорит, и я ставил записку, милый, я превратилась, не знаю, что делать. Вот. А дальше она реально превращается. То есть у всех стран-то есть, и для каждой страны это вау на внутреннем рынке, но потом прокатчики это начинают покупать по всему миру, и, допустим, вы это привозите в Россию, а здесь уже сидят люди, которые такие, ну, мы видели фильм «Лобстер», мы видели фильм «Лобстер», да, вот друзья Дениса всё это видели уже. Причём всегда бесплатно, всегда в гостях у Дениса. Вот, поэтому, наверное, на внешних рынках такие фильмы вызывают скепсис, а внутри вот Франция доказывает, что это успех. И вот как раз про фильм «Зоология», как-то мы про него вспомнили, а я вспомнил, например, что мне он очень нравился где-то в далёкой юности, ну, правда, это, мне кажется, было большим событием, для меня уж точно было большим событием, и тоже меня восхищало то, как как бы там рассказывается о женщине, у которой появляется хвост, но в абсолютно каких-то провинциальных русских реалиях, и это не комедия, а скорее, ну, большая какая-то драма и трагедия, этот фильм, о том, как она как бы живёт с этим хвостом в квартире с мамой, как она встречает свою любовь, как она ходит на работу к токсичным советским взрослым женщинам, и всё это, ну, как бы удивительно и бесконечно грустно. И ты же после этого фильма познакомился с Твердовским, и в следующем в отбросах сыграл. Да, ну, кстати, я хотела сказать, что... Вы же ради этого зооги нужны. Да, ну... У, зооги. Может быть, мне кажется, если бы мы сейчас спросили, кто кого сыграет в королевстве... Кто бы кого из-за... Кто бы кого превратился. Кто бы кого сыграл в королевстве зверей, то Егор был бы точно девочкой с СДВГ. Я был бы золотистым ретривером. Я бы в такой бегу говорю, а как они поедут? Там был пёс и счастливые вместе. И, кстати, очень классный Сим Бернард здесь вообще. Да, да, да. Главный герой. Ну, кстати, я хотела сказать, что вот ты говоришь, что нет какой-то драмы, потому что они просто стихийно в кого-то превращаются. А разве в этом не драма? Ты не знаешь, в кого ты превратишься. А вот, может, хочу превратиться в ретривера, а превращусь в... А мне, кстати, тоже понравилась эта штука, что там нет какой-то закономерности, что, наоборот, нет логики того, превращаются. И мне понравилось, что это не очень реалистичные животные, что они, ну, странноватые, объективно говоря, но при этом как бы... И тоже вчера у нас была разная компания, мы смотрели... Режиссёр, актриса и художник по гриму. И вот актриса сказала, блин, а мне не понравилось, что они такие страшные. Ну, в смысле, сами животные. Что они как бы не похожи на животных, что они существа. Ну, они отчасти действительно очень отталкивающие, то есть, как это сделано, это чешуя, насколько это всё проработано, они действительно в некоторых моментах прям вызывают какое-то отвращение. Или Том Мерсиес вот этими своими пробивающимися клювами. Да-да-да, которым ещё пластику сделают. Допустим, если бы снимали американский ремейк фильма, кого бы вы видели в главных ролях в этом фильме? Ну, мне кажется, что отец — это какой-нибудь максимально брутальный чувак. Но если это американский ремейк, вряд ли бы они там говорили о каких-то чувствах как французы, но это какой-нибудь Джейсон Стэлхер. Почему ты на меня? Я Леонтик. А парень, ну, и такой, Том Холланд. О, да-да-да. О, ещё Том Холланд заменить и не заметить. Точно бы в американском фильме была другая сцена погони. Здесь в конце полиция с ним едет, и это сцена, которая длится полминуты и заканчивается тем, что французы драматично врезаются просто в какой-то шлагбаум. Это максимум напряжения французского фильма. А жена и мать должна была быть в молодости бесконечно красивой и нежной. И, не знаю, она была бы какая-нибудь, кто бесконечно красивая и нежная в Голливуде. Примерно все. Джесси Кальба? Так. Ну, я не знаю, кстати. Кэмерон Диас? О, нет. Она просто классная. У меня все нежные и красивые. А полицейскую? А полицейскую кто бы сыграл тогда ещё? Полицейскую? А вот эта девчонка... Кэмерон Диас бы сыграл. Элизабет Мосс. Нет, девчонка, которая играла в этой... Где... Господи... Моги. Бог, если ты есть, помоги. Где они по разным уровням распределены, и она, значит, на самом деле умная, но играет как бы смелую, отважную. Помните, помните? Ой, я знаю, я знаю. Скорее, скорее. Сейчас, сейчас. Они ещё бесконечно... Клуб-фильм. Нет? Нет, нет. Она... Чёрт, заразил меня этой болезнью. Платформа, да. Подожди. Что происходит? Ну, мне кажется, я понимаю, о чём ты говоришь. Да, да, головоломка. Но я не уверена. Нет, нет. Они разделены по кастам, и вот она... А, это посвящённая или как-то там эта девушка Шеллин Вудли? Шеллин Вудли? Нет. А я думала, ты говоришь про эту актрису суперклассную, которая ещё играла в... Господи, я забыла. Что происходит? Так бывает, нормально. Она ещё в платье упала в красном, на «Оскаре» на лестнице. А, Дженнифер Лоуренс? Нет, не она. С осомненной рукой. Я расстроилась. А кто в России бы сыграл? Батя Тимофей Трибунцев точно. Ну, а мальчик, очевидно, Денис. Понятное дело. Зачем же я здесь сижу? Какую маму из кино ты хочешь? Мама красивая и нежная мама, но она должна быть похожа... Там стагану. Люда, алкальна. Да, я даже про неё подумала сейчас. Так, ну ладно, на самом деле мне очень понравилось... Робок-медведя сыграл бы. Мне очень понравилось, что Денис привёл к Джессену Стэтхэму, потому что, на самом деле... Спасибо, Денис. Когда мы готовились к подкасту, были в гримерке, я рассказала Денису, что в детстве мне очень нравился Джессен Стэтхэм, ну как в детстве, в юности. Я хотела, чтобы вот такой герой пришёл, спас меня откуда-то и защитил от всего на свете. Разрешил мне делать домашку. Да-да-да, разрешил мне делать домашку. Малышка, уезжаем. Можно быть просто красивой. Да, и здесь хотелось бы подвести, на самом деле, к репрезентации мужских героев, персонажей вообще, в принципе, в кино. Но, потому что не зря же мы сюда пригласили кинокритика, который поможет нам с какой-то базой, и Дениса, потому что Денис, мне кажется, сейчас как бы, ну такое новое лицо, новой маскулиности в российском кино. Возможно, я ошибаюсь, но у нас сложилось такое ощущение. Все, я согласен. Какой у меня вопрос-то? Ну, да, просто, на самом деле, хотелось это обсудить. Допустим, ещё, не знаю, 20-10 лет назад, да, мы, может быть, видели какого-нибудь, не знаю, Скотта Пилигрима против всех, да, он тоже не супер маскулин, и мы видели Суперперцев, где Джона Хилл играет такого типа ботана. Это всё разные герои, но они там тоже в каком-то смысле высмеиваются, да, да, у них есть чувства, но они не главные герои. И, допустим, сейчас у нас есть Тимоти Шаламе, который вдруг играет и у Вильнёва, и у всех на свете, ну, я имею в виду, что и в авторском кино, да, что он и всё-таки какую-то роль отыгрывает такого, как бы, нетипичного героя вот этого маскулинного, нетоксичного. В то же время у нас сейчас Бэтмена играет Роберт Паттинсон, да, и мне кажется, что ещё там 10 лет назад это было не очень возможно, но 5 лет уже, может быть, да, ближе к этому был кинематограф. Сейчас, например, тот же самый Джона Хилл на конференции в Берлинале говорил, когда представлял фильм «Середине 90-х», да, он говорил о том, что я хочу избавиться от этой токсичной маскулинности, потому что… В себе. В себе, да, да. И у меня получается. Мне сложно с ней жить. Да, ну, потому что она действительно накладывает, наверное, какой-то груз ответственности на мужчин, говорит, вот вы тоже должны такими быть. И у нас появляются вот эти искренние герои. И что? Ну, наверное, давайте подведём просто. Скажите, пожалуйста, ребята, кем вы в детстве хотели, на кого вы хотели быть похожими в детстве, когда смотрели всё это кино? Да, мы все выросли на Евгении Цыганове. Я, кстати, нет. Серьёзно? Ты вырос на нём? Я думала в одногодке. Да, всё нормально. Ну, я шучу, но не, мне просто кажется, что я не росла на нём, а мне кажется, что вот когда я была юной, видимо, я его одногодка. Да, но мне кажется, на самом деле, что тема новой маскулинности была, ну, супер какой-то громкой ещё, ну, пару лет назад, когда только появлялись вот такие персонажи, когда появлялся Тим Тишеломе, в общем-то, да, что сейчас это больше похоже на какую-то, ну, типа, базу, это база уже как будто, поэтому хотел быть похожим на самого мускулинового человека на планете, на Крепкого Орешка. Да, но при этом я обожаю «Пятый элемент», и когда я его пересматривал уже в сознательном возрасте, я понял, что он там как бы, ну, всё равно нетипичный уничтожитель, что они иронизируют над ним, что у него, во-первых, так-то покрашены волосы в белый цвет. Мне всегда ровно один мужик, на самом деле, нравится в кино. Это в 12 лет я посмотрел в Новый год гладиатора, и подумал, вот это вообще идеально, он такой крутой. Там есть момент, где он должен кого-то замочить в очередной раз. А, перед битвой он смотрит на то ли бабочку, то ли на птицу на секунду, и потом такой пошёл, руководит всех этих варваров, фигачит, а потом за семью мстит. Вообще, самый крутой мужик, который увидел в кино. А по поводу того, как меняется маскулинность, вы заметили, что, несмотря на то, что вроде бы Тимоти Шаламе какой-то новый образ представляет, потом его берут в фильм «Король» на Нетфликсе, где он играет рыцаря, и лет в 15 должен в огромных доспехах, которые весят, наверное, больше, чем он, убить какого-то другого воина. Да, у Роберта Паттинсона, кстати. А про Роберта Паттинсона смешная шутка, когда вышел «Бэтмен», на афишку от американского кинотеатра был постер «Сумерек», постер «Бэтмена», и написано «Роберт Паттинсон, худший вампир в мире, потребовалось 14 лет, чтобы превратиться в летучую морюшку». Нормальная шутка. А, и я не буду говорить, как я нашёл эту фотосессию, но у Дениса есть фотосессия, и он там реально как Марлон Брандо такой, какой-то этой, помнишь где-то? А ты можешь потом сумку нам прислать? Конечно, да, у меня в избранном я пришлю вам. Вот, но, короче, в общем, смысл в том, что эти актёры потом берут и играют классическую маскулиность. Да нет, нет, дело в том, что как бы там невозможно в принципе сыграть классическую маскулиность, в этом-то как бы, мне кажется, и кайф, что ты, ну, что герой получается сложнее, что и герой Шаламе в фильме «Король» получается сложнее, получается как бы тоньше, тоньше, тоньше. Спасибо, девчонки. И получается, ну, как, ну, более рефлексирующий. А почему, как вам кажется, в целом возник запрос на подобных более сложных персонажей? Ну, мне кажется, что это как-то, как-то от поколения, возможно, зависит. Ну, и при этом, мне кажется, мы говорим не только про авторское кино, про массовое тоже, или я не права? Это поколение и рынок. Смотрите, после 99-го года фильма «Американский пирог» вдруг в романтических комедиях появляется запрос на то, что право на любовь имеют абсолютно все. Помните, как в прошлом веке показывали, что героиня обретает уверенность в себе? Очень-очень красивая актриса. Да, в какой-то момент снимают очки, делаются так волосами, и все такие «А, ты прекрасна!» Вот, то есть реально просто гримировали каких-то красивых людей, чтобы в этот момент они вдруг превратились из гадкого утенка в Энхэтуэй. Потом в нулевые приходит поколение, которое говорит, что мы все суперразные, и это окей. То есть есть сериал «Девочки», в котором она говорит, моя любимая фраза из него, часто ей спамлю, но она прям очень хорошо объясняет это, что я не хочу быть «the voice of generation» одним единственным голосом поколения, я хочу быть «the voice of generation» одним из многих. И вот появляются такие персонажи, как Лена Даном, которая в этом фильме с Адамом Драйвером, который тоже, в общем-то, как неуклюжий начинает, несмотря на то, что он супер там мускулистый в «Звездных войнах» и везде, и вообще просто качок немыслимый. Он начинает с каких-то таких очень неуклюжих образов. Вот, интересно, что первыми право быть разными, но все равно обретать любовь и быть главными героями, получают мужчины. Это «Суперперцы», «Проект Икс Дорвались», «Сорокалетний девственник», и только потом, наконец-то, разрешают женщинам тоже побыть разными. Вот вы помните много фильмов, где действительно неконвенционально красивая актриса имеет право на любовь? Есть «Бриджит Джонс», и то для него она искусственно на правовес, да, прекрасная актриса. Вот, и все. В «Пенелопе» это «Кристина Ричи». Есть фильм какой-то, где Гвинет Пелтро превращается в кого-то тоже. То есть, в общем, женщинам позже все разрешили. Да, это «Патриархат». Позже разрешили. Вот, и в России, наверное, так же будет. Ну, в России, кстати, я худею. Потом вам. Где тоже... Где тоже прекрасная актриса Саша Бортич, да. Слушай, ну, мне кажется, у нас как будто давно такая тема с тем, вот... Мужчина может быть каким хочет, это да. Нет-нет, что женщины в российском кино бывают некрасивыми, ну, в смысле, умышленно. И, мне кажется, это достаточно популярный вопрос в наших фильмах, нет? Например. И сейчас пойдет этот лукизм, когда Денис будет говорить, так вот это красиво, а то нет. Да, да, да. Да, и мы сейчас как-то минутка лукизма в подкасте. Тонкий лед. И мы таким не занимаемся. Мы лучше вас спросим о том, как бы вы описали сегодняшнего героя, наверное, если вообще так можно. Потому что, ну, навряд ли герой вообще исчез, да, есть-то, все равно есть определенные типажи, но вот какой-то образ определенный, он есть. Поэтому давайте опишем сейчас Денис. Думаешь? Не знаю, нет, а мне вот интересно у Егора спросить. Да, да, да. Ну, в смысле, как у человека, который смотрит много кино. Есть ли какой-то сейчас вырисовывается какой-то типаж новый? Не типаж, точнее, а новый герой. Мужской образ, да? Ну, вот была такая закономерность интересная в 2022 году, что в России пять подряд сделали фильмов, которые начинаются с того, что мужчины выходят разобраться на улице и терпят поражение, вот. И в половине случаев это делал Никита Ефремов, что интересно, вот. А есть в этом году классный очень сериал «Плэлист волонтера». Вслед за ним есть классный сериал «Слово пацана». У Дениса, дай бог, когда-нибудь выйдет сериал про это, или как он должен называться? Про это самое. Про это самое, где Денис играет сексолога, который отправляется, вместо того, чтобы где-нибудь в Питере или в Москве строить успешную карьеру, или даже улететь в Израиль, или куда-то еще, он отправляется в родную деревню, чтобы там заниматься секс-просвещением. И во всех этих фильмах мужчина занимается каким-то маленьким подвижничеством, да, то есть пытается какой-то там сад возделывать, огород вскапывать, вокруг все абсолютно катастрофично. Он либо волонтер, либо народоволец какой-то, да, народоходец. Вот, и это один из наших типов мужчин в кино, то есть парни, которые пытаются что-то сделать на фоне хаоса. Второй — это мужчины, которые вдруг понимают, что они в цивилизованном мире каких-то успехов добились, оказались каким-то средним классом, там, да, как в фильме «По-мужски», там, в сериале «Оффлайн», в фильме «Здоровый человек». Но это все в один момент рушится, когда они сталкиваются с чем-то таким первобытным, брутальным, маскулинным, и они начинают сомневаться в своей мужественности, в том, что они имеют право быть женщиной и так далее. В общем, короче, это период, когда очень сильно меняются гендерные роли, когда меняются обязательства мужчин и женщин друг перед другом. Недавно в Торонто на фестивале показали очень классный фильм «Катастрофа», тоже, кстати, в духе вашего. Он называется «The end we start from», да, типа, конец, который будет началом, да, или что-то в этом духе, с Джоди Коммер из «Убивая Еву». И там она играет женщину, которая вот-вот родит, и у нее такой психически нестабильный парень, творческий муж, но в нормальном мире, да, где есть там цивилизация и все защищены полицией и так далее, он как бы ок-партнер, он заботливый, нежный и так далее. Но мир вдруг в какой-то момент рушится, потому что из-за глобального потепления уровень воды поднимается, и Англия вот-вот уйдет на дно. И он оказывается абсолютно непригодным для того, чтобы ее защищать в этом мире. И в какой-то момент он просто, простите за спойлер, убегает, да, такая, ну, со слезами на глазах, тебе будет лучше без меня. Она встречает другую женщину тоже с младенцем, они вместе как-то в этом мире пробиваются. А премьера была в Торонто, и вот североамериканский зритель, он прямо вот что чувствует, что думает, он тут же это скажет, вот, громко в зале крикнет. И в какой-то момент, в общем, когда у нее уже все хорошо, она такая, ну, я ведь его люблю, я должна его найти, спасти. И вокруг женщины такие, what the fuck, типа, эту тряпку ты будешь защищать его? То есть реально просто весь зал заорал, типа, не иди туда. Вот, это тоже такой интересный момент времени, потому что если мы все настаиваем на равноправии, то нужно настаивать на том, что защитником семьи может быть женщина. Вот, а во французском кино, мне очень нравится ваш фильм недавний, этот новый мир. Да, Уигар-Эля. Да, Уигар-Эля, в котором, как раз, Уигар-Эль играет отца, который в какой-то момент начинает соперничать с своим молодым, маленьким сыном, 14-летним, потому что в том больше смелости, уверенности в себе, какого-то идеализма, а этот все это запустил, чтобы стать буржуа, и это прикольно, потому что это показывает вот эту инфантильность 40-летних, которая определяет отношения с женой, с ребенком, с миром, вот. А еще такой фильм про то, как тяжело быть мужчиной в современном мире, французский — это «Дела человеческие», который был в Венеции два года назад. Это история произошедшего или не произошедшего изнасилования, рассказанная в зале суда девушкой и парнем по очереди. И вот там тоже показывают такого паренька, который не смог адаптироваться к новому миру, который думает, что он крутой, а он абьюзер, который думает, что он ее покоряет, а он ее пугает. И это такие классные сдвиги, мне кажется. Круто, спасибо большое, что рассказала. Какой эгорунный, да? Да, прям классификация. Я помню, мы с тобой когда в Салехарде были… Ты все то же самое говорил, чертов козел. Да нет, нет, ты просто упомянул этот не сериал, а фильм, который ты в Канаде смотрел, и я запомнила, потому что очень интересно мне его тоже посмотреть. Вот, но на самом деле тогда здесь закономерный вопрос про кризис маскулинности, потому что это мы с вами тут такие умные собрались, да, профи, условно, ну, в общем, разделяющие так или иначе какие-то взгляды такие, но существует огромное количество людей, которые считают, что… Буквально, я когда готовилась к нашему подкасту, я начала гуглить просто, ну, там, что-то про образы мужчин и прочее, и я нашла какой-то подкаст, у которого, вот там, не знаю, 10 просмотров или 50, и там, значит, 4 мужчины такие, 40 плюс, наверное, да? Да, да, 40 плюс, Ксюша просто поделилась. Я просто поделилась, да, с Васей, я говорю, ты должна это видеть, и они там, значит, обсуждают, что за тряпки эти мужчины, да, они вокруг баб, вся их жизнь вертится, да, это что вообще такое? Это новый, о чём говорят мужчины? Ну, наверное, да, только подкаст, версия в подкасте. Вот, и вот я так понимаю, что большая часть вообще, ну, мира, наверное, до сих пор живут вот в этой токсичной маскулинности, да, когда мужчина должен быть бескомпромиссным, когда у него всё получается, он просто самый крутой, без права на ошибку, и у меня здесь два вопроса. Первый вопрос, ну, существует ли вообще этот кризис маскулинности сейчас, или мы его выдумали? И второй вопрос я задам позже, когда вы на этот ответите. Ну, в смысле, нужен ли вот этот баланс в кино, когда существует этот маскулинный персонаж, репрезентация условно, когда вы видите всех, всех героев, и такие маскулинные тоже имеют право быть. Вот два актёра, Дмитрий Чеботарёв и Иван Янковский, которые сыграли в «Полисте волонтёра», они друг с другом, когда общались, говорили, слушай, вот если наших с тобой героев сложить, получится нормальный, здоровый человек. Вот, и одного из героев зовут Хрупкий, который выиграет Чеботарёв, и он реально просто олицетворение всей хрупкости. Какое прозвище у другого? Какое прозвище, какой позывной у героя Янковского в «Полисте волонтёра»? А я не знала, не смотрела. Вот, но он играет абсолютно такого непрекаянного мужчину, которому, чтобы себя почувствовать мужчиной, нужно всех вокруг начать спасать, вот, а не просто самим собой заняться. И, конечно, круто, когда ты на экране видишь таких чуваков, которые имеют право на хрупкость, быть неидеальными, и это очень сильно отличается от тех мужчин, которых мы в детстве видели. Конечно, конечно, мне кажется, вообще некоторые фильмы строятся на этом конфликте супер-брутало и какого-то, наоборот, инфантильного и нежного. Мачи и ботан. Да, я сейчас подумала, я на днях ходила в кино на «Страсти по Матвею» как раз-таки, у меня вот такая параллель возникла, то есть там отец, ну, роль отца исполняет такой достаточно… Алексей Розин. Да, Алексей Розин, ну, я не про актёра, а про персонажа, то есть он такой как бы строгий достаточно, выглядит он очень маскулинно, то есть он высокий, с бородой, ну, понятное дело, что он батюшка. Так, твой герой, он больше такой… ну, во-первых, он моложе на много конец взял. Да, но мне кажется, это скорее история о поколении, нежели о какой-то мускулиности. Если привести в пример Анара и тебя, ой, и тебя, Анара и тебя, ну, в смысле ваших героев, то здесь как раз-таки… А, это тот, которого мы хотели сначала позвать, да? А, нет, это Марка Дейнштейн, блин, всё сбьюсь. Ну, нет, я, конечно, как раз вот так в своём творчестве часто сталкиваюсь с тем, что как бы там, где я работаю, или вот сценарий как раз написан о том, где я какой-то типичный брутал и нетипичный брутал, которого играю я, и всегда это какой-то интересный конфликт, который между ними происходит, и, ну, там вот как раз и задаётся этот вопрос баланса, или вообще как бы, а ок ли, что ты как бы так тупо мыслишь или не ок? У меня друг написал сценарий типа мачья-ботана, но с таким более социальным контекстом, что, в общем, в России некие хакеры решили в выпускной школьный взять и опубликовать все личные данные родителей, чтобы дети наконец-то узнали, что их родители изменники, там, трусы, негодяи и так далее, и перестали их идеализировать. И надо в эту школу внедриться двум полицейским взрослым. И угадай, кого решили, кто в идеальной касте, ты. Я, да? Да, потому что я уже могу играть полицейскую, но всё ещё могу притвориться. Ну, под прикрытием, да. Вот, я говорю, а есть какие-то ещё варианты? Нет, зачем? Денис. Вот ты чувствуешь, что где-то увидели, что ты классно справляешься с этим образом и не хотел что-то другое предлагать? Да, конечно, конечно. Бесконечно так это и работает. Да никак не бороться, принять, наслаждаться. И, ну, как бы у меня никогда не было сомнений в том, что... Ну, это уже какой-то подкаст о том, как у меня дела, но, тем не менее... Нам очень интересно. Да, да. Но, тем не менее, у меня никогда не было сомнений в том, что, ну, как бы я могу что-то сделать ещё, и так, на самом деле, и происходит. Ну, Юра Дворник, например. Например. У тебя же там совершенно другой образ. Конечно, и в одном из интервью ты как раз говорил, что ты удивился, почему не Данила Козловский. Типа того, да, да, я удивился, обрадовался и пошёл, как бы, потому что, ну, это совсем не похоже на то, что мне предлагают, и пошёл сказать, как бы, типа, вы серьёзно? Ну, давайте. Ну, ещё хочется привести в пример, например, Джеймса Бонда, потому что это же какая-то бесконечная франшиза, с каких годов она там начинается? 62-й. С 62-го года, и, на самом деле, Джеймс Бонд меняется со временем, то есть, начиная... Первый Шон Коннери был Джеймс Бонд? Я сейчас просто позорюсь, сижу. Я тоже буду позориться, мне кажется, да. Мы сейчас все позоримся. Все сейчас позоримся. Да, Шон Коннери, Шон Коннери. Это подкаст, где мы позоримся. А ты можешь сказать пять разных фамилий, а потом подребую. Да, да. Ну, в общем, так или иначе, образ Бонда, он меняется вначале, он ведь действительно такой суперсверхчеловек, у которого всё рассчитано, он всё чётко может сделать, он никогда не облажается, а последний Бонд с Данилом Крейгом, он уже становится более человечным, то есть, персонаж становится более объёмным и интересным. Как бы, я хотела вам задать вопрос, но в процессе как будто бы сама поняла, что как будто бы вот эта вот маскулинность, она в каком-то смысле разрушает персонажа, ну, то есть, если он не может развиваться, то на него становится неинтересно смотреть. Ну, вот я тебе об этом то же самое хотел сказать, что мне не очень интересно наблюдать за персонажем, который как бы просто спасает девчонку и потом спит или пьёт. Это как бы, там действительно нет как будто какого-то развития, Егор. Да, нет, если пьёт, согласен, развития нет. Что какие-то рефлексирующие суперчуваки, при этом как бы спасающие девчонку, гораздо интереснее, сложнее, и за ними как-то, ну, круто. Там, понимаешь, там ещё поворот сюжета, непонятно как бы, что с ним, во что он вырастет таким образом. От этого интереснее как будто. Последний Бонд, он же вообще семьянин полный. То есть там показали, как его преобразила любовь, и как ему нет смысла дальше жить, если он не может свою любовь спасти. А я ещё сейчас подумал о том, что... А кто вот, кто был, мне кажется, из первых персонажей, ну, так как бы народными любимцами, которые, которые как бы нетипичны, бруталы. Я, знаете, о чём подумал? О Джонни Деппе и, конечно, о пиратах Карибского моря, где, ну, как бы он объективно народный любимец и герой, которого обожают зрители, но при этом не уничтожитель. Да, они практически мускулины. Есть классный сериал, мини-сериал Голливуд про Голливуд сороковых, в котором продюсер объясняет, каким должен быть идеальный мужчина-актер. И он говорит, что, ну, разумеется, его должны хотеть все женщины, но он не должен представлять угрозу для мужчин, потому что некомфортно тебе смотреть на какого... Например, сейчас выйдет фильм «Сломя голову» у Евгения Григорьева, который сделал «Подельников». И там Владимир Битоков, режиссёр, который сделал «Мама, я дома» и «Глубокие реки», он играет такого супер-брутального чувака, который вторгается в мир этого чувака, уводит там жену и так далее. И тебе реально некомфортно на него смотреть, потому что ты бы не хотел с таким в жизни столкнуться, потому что актёр хороший. А все герои нашего детства, они все были с такой классной самоиронией, Брюс Вилли с «Крепком орешки», Шварценеггер там в «Команда». Кобра. Кобра, да. Вот Ван Дамм, который танцевал пьяный. Они все не были угрожающими тебе. Поэтому ты такой мог им подражать и любить их. А ещё вот когда ты сказала про то, как изменився Джеймс Бонд, я понял, что есть ещё одна тенденция, которая, возможно, действительно существует, а не показалась мне. В этом году в Венеции было три фильма про то, как мужчин, которые пытаются решить супер эти мужские чёткие вопросы, в какой-то момент замещают прямо внутри сюжета женщины. Это фильм «Земля обетованная». Сейчас, простите, ты когда сказал мужские вопросы, у меня в голове сразу типа «забить гвоздь». Там такие, там, например, такие. Есть фильм «Феррари», где опять же Адам Драйбер играет, как и в доме Гуччи. Второй раз уже играет итальянца с чудовищным акцентом. Это фильм Майкл Амана, который всегда делал про таких очень крутых мужиков, типа там соучастник, где там Круз в одиночестве уезжает, это в вагоне какой-то, ты сейчас в вагоне сидишь, вот представь, что там Том Круз мёртвый уезжает. Вагон. Вот, до этого у него там схватка, где Роберт Де Ниро против Альпачино. А тут он делает фильм про мужчину, который одержим гонками, как бизнесом, как инженерией, как искусством. И в какой-то момент появляются две женщины, наша Эллин Вудли, другая Пенелопа Круз, они такие, так, отойди, здесь надо по-другому всё решить. А параллельно в той же Венеции… Вене Гучи, кстати, тоже там же… Тоже роковуха Леди Гага, да. Да-да-да, как бы из-под полы. Но там он ей сопротивляется. А здесь мужчины понимают, как их могут вообще спасти женщины, если немножко про эго забыть и действовать как команда, как гонщики, у которых есть пидстоп и так далее. А второй фильм просто меня вообще убил. Это фильм «Земля обетованная» с Матсом Миккельсоном, который тоже с недавних пор лицо маскулинности в кризисе, потому что ещё по одной «Рыцари справедливости». И там чисто сюжет, как «Фрабром сердца». То есть в Дании есть 50% территории, на которой ничего не растёт, и король обещает тому, это 17-18 век, тому, кто первый там что-то высадит, какую-нибудь картошку, что он получит земли. И мужчины отправляются туда сажать картошку. С ним, разумеется, тут же местные разбойники конфликтуют и так далее. И всё вообще приходит к тому, что он создаёт столько проблем, что решить их может только женщина. И во всех этих фильмах мужчины такие, ну да, в общем-то, женщина в вине. Слушайте, ты сказал про кризис маскулинности и про Матса Миккельсона, и я вспомнила, когда ты вначале говорил про развитие персонажей, у меня была шутка, я должна её сказать. Просто я подумала про Человека-паука, он ведь такой, он тоже прикольный, ну, Человек-паучок, твой добрый сосед. И я представила, что вот если ему 40, например, и он пьёт, мне кажется, что токсичная маскулинность, она как будто бы больше не молодым героям и персонажам характерна, а каким-то таким взрослым уже. Ну ладно. Ну скорее, мне кажется, знаешь, если она и характерна молодым, то это всегда какой-то антагонист, который стоит на пути у чувака, который как бы пытается сделать какую-то любовь, а он вставляет только палки в колёса. И он всегда олицетворяет, вот, например, Майкл Киттон в этом Человек-пауке, он всегда олицетворяет какой-то старый мир вот этих мужчин-бизнесменов, там, жёстких и так далее, да. А Барби, Барби — главный фильм этого года про освобождение мужчин. Что Райан Гослинг взял на себя вот эту роль и высмеял патриархат, ну как бы он стал вот таким лицом, который действительно сражается на стороне химинизма. Лицо их кубики, патриархат. Лицо их кубики, да. Ямын, не патриархат, а скорее он на нашей стороне. Вот, я хотела ещё вернуться к фильму. Мне кажется, я вначале не сказала о том, что почему мы, собственно, обсуждаем вот эту вот новую маскулинность, потому что в «Королевстве зверей» оба героя, они такие достаточно тоже новомаскулинные и внешние, и в целом они транслируют чувства. То есть это не такие герои, которые «ммм, мать заперли, мы никому об этом не скажем, там что-то ещё, мы будем сильными, мы её похитим оттуда и вот сами вылечим». То есть они такие действительно переживающие. Ромен Дюрис очень много там плачет, ну как минимум с мокрыми глазами. Ну вот какой интересный вопрос. Я когда слышу словосочетание «новая мускулиность», мне кажется, уже можно… Ну там уже тоже есть свои штампы, вот как раз про розовые носки и про слёзы. Но у меня вообще не возникло вопроса про новую мускулиность, знаешь, глядя на этот фильм, потому что, ну мне кажется, что это нормальным, что мужчина может переживать, тем более если вопрос касается его ребёнка, а если его ребёнка касается вопрос мутации, то, конечно, блин, они оба могут переживать. Тут, наверное, просто ещё связано с тем, что раньше нам этого не показывали условно. А ещё это связано с тем, что тебе 24, Денис. Мне кажется… Во-первых, 25, а сейчас месяц 26. Извини, но это не эйджизм, но просто серьёзно. Мне кажется, что это про поколение. Что типа я… Что для тебя это уже норма. Да, для меня абсолютно… Для тебя это вообще норма. А для нас это мы как бы… Ты 24? Ты тебе 24. Я мог тебя в школе нести на плечах, ты был в первом классе, в одиннадцатом. Не зря я вначале сказала «отец и сынка». Да, но только сейчас я понял, что отец-то я. Да, да, да. Игорь, всё было очевидно. Да, ну прикольно, видите, да, то есть для меня это действительно кажется нормой. И что как бы словосочетание «новая маскулиность» для меня уже как будто чуть-чуть устарело и приобрело какой-то груз реально штампов, потому что, ну потому что реально новой маскулиностью она была уже несколько лет назад. Часто это, ну, это база. Да, да, и это круто на самом деле. Круто. Мне кажется, очень круто. Как женщинам живётся с новой маскулиностью? Реально. Как, как? Ой, это очень хороший вопрос. Вот, мне это, кстати, кажется, что вообще, наоборот, при новой маскулиности, ага, что женщины заговорили-то и о старой маскулиности. Заскучали? Заскучали по стедхам? Типа того, что несмотря на то, что как бы мы хотим быть self-made, ну и хочется, чтобы, ну и хочется быть содержанкой одновременно. Слушайте, ну если возвращаться к изначальному вопросу Ксюши про ваших любимых героев в детстве, у меня любимый герой в детстве был Вилли Вонка из Чарли Шоколадная фабрика, я его обожаю. Старый в этот или... Нет, нет, как раз таки там, где Джонни Депп. Джонни Депп, да. И для меня это было просто лучше. Лучше мужика планеты. Я сходила три раза в кинотеатр, и я очень сильно расстраивалась, потому что я хотела такого папу. При том, что он, ну как бы это, ну не классический мужик, блин. И я обожала этот фильм, и я сейчас его с удовольствием, ну ладно, давно не пересматривала, но в последний раз я пересмотрела с удовольствием, но в детстве я прям, господи, как же хорошо. Знаешь, кто прямо требовал, чтобы его взяли на роль Вилли Вонки? Говорит, я бесплатно сыграю, я для вас саундтрек напишу. Он говорит, нет. Он говорит, вот я уже написал саундтрек, возьмите, но только меня в главную роль. Майкл Джексон. Представляешь, ты бы вырос на Майкл Джексон. Я не хотел этого знать, но спасибо всем, что этого не случилось. А сейчас мне нравится вот Кобра, Сильвестер Сталлоне. Во, нормально. Я обожаю, ну это правда скорее антигерой, но мне очень нравится персонаж Роберта Де Ниро в «Таксисте». Ну прикольно. Ну прикольно, да. Ну а каково нам с новым искулиночным? Ну мне в смысле, мне просто интересно на разных персонажей смотреть. То есть я абсолютно не против посмотреть, я не знаю, на Патрика Суэйзи в «Привидение», в «Грязных танцах». Ну типа я с большим удовольствием. Это прям мои любимые фильмы. Но в то же время мне интересно смотреть вот на таких вот ребят, как в «Королевстве зверей», либо как во многих других фильмах, в том числе которые мы прокатываем. То есть, ну я в этом смысле открытый. И у меня не вызывают отвращения не вот эти вот мужики. То есть, я не знаю, и с удовольствием я смотрю... Забыла фамилию. Британская Тарантина, господи. А, Горича. Горича. То есть я... Спасибо большое. То есть я с удовольствием смотрю и те же фильмы какого-нибудь Горичи и прочих чуваков. И с удовольствием смотрю какие-то независимые фильмы, где мужчины показаны более человечными, плачут, смеются. И всё у них хорошо или плохо, наоборот. То есть я радуюсь за всех в любом значении. За всех мужчин. Да, молодец. Фильм должен был называться «Рёва корова». Все такие, все, кто ходил на первую корову от Эйвана такие. О, продолжение подъехало. Трансмедийный стритейлинг. Слушайте, я просто сейчас на самом деле в какой-то ужас впала, потому что я поняла, что у меня нет идеала в кино. У меня нет героя сейчас, который мне бы очень нравился. Ну, либо мне нужно об этом думать, либо мне хочется украсть. Прямо сейчас. Ну, слушай, но мне кажется, кстати, мы же говорили про наше детство, что нужно спросить как раз... Нет, нет, ну вот Ваша сейчас сказала, что ей все нравятся сейчас. Я в целом тоже с этим согласна. Я считаю, что у каждого свои. Да, но мы имеем в виду, наверное, каких-то кумиров. Ну, в смысле, всё равно в детстве же это есть какой-то герой, который как бы очень нравится. Сейчас мы взрослые, ходим к психологу. Вот, психолог поломал. И не создай себе кумира. Нужно просто спросить у детей. Объективно точно у них существуют герои, которых они обожают сейчас вот в этой новой мускулинике. Кстати, прикольно, какими они вырастут. Может быть, очень чувствительными, знаете, такими как бы супер понимающими. А мне кажется наоборот. Если честно, мне кажется, что поколения, вот они склонны сменяться по спирали. Это называется, наверное, да? Когда вот мы, например, все такие понимающие, чувствующие с СДВГ. Ну, ты не забываешь, что мы в бабле живём тоже. Да, ну да, да, да. В бабле, но условно такое есть некое направление. Спасибо, что... Бабла, много бабла. Да, но мне кажется, что следующее поколение, оно наоборот на нас насмотрится. Такие, да что это за рёвы-коровы? Мы будем strong enough, как шерп. Не-не-не, да мне кажется, ну не. А мне кажется, да. Команда не смотрит фильмы. Хотя, ну мы же смотрели наоборот фильмы, получается, про... И мы такие, нам это не нравится, мы будем чувствующие. Сейчас мы снимаем фильмы про чувствующих, они такие, они слишком чувствующие, мы будем крутыми. Да не, но в целом, как бы, есть же тенденция на свои чувства обращать внимание, вот это всё. То есть мы же не только на грусть вот это всё обращаем внимание, мы обращаем внимание на то, что мы там, не знаю, уверенные в себе, классные, вот это всё. Слушайте, ну я не знаю, это, как говорится, это большой шок, ой, шаг для человека и маленький для человечества. Маленький для мужчины, да. Мне кажется, это всё ещё очень долго будет формироваться и там... Поживём-увидим, да? Помню про спираль великую фразу. Кто-то из американских актёров где-то выступал, и, блин, не могу вспомнить, кто... Я думала, ты с тетками сейчас будешь цитировать. Типа, ну точно, афроамериканский известный очень актёр, типа Джейми Фокса, может быть. Он говорит, что тяжёлые времена создают сильных мужчин, сильные мужчины создают лёгкие времена, лёгкие времена создают слабых мужчин, слабые времена потом... Слабые мужчины потом снова создают тяжёлые времена. А женщины здесь где? И, ну вот, он такой, да. Забожим. Да. Ну, можно сказать, что он говорил, что мэн, и это про людей. Но суть в том, что действительно мир, в котором все такие нежные воздушные снежинки, он потом приведёт к какому-то апокалипсису, который снова создаст двойность. Да не, не будет так. Слушайте, ну я хочу вообще вернуться к обсуждению фильма и немножко поговорить о нём, потому что... Это подкаст о фильме. Потому что вообще-то, да, мы тут промо-фильмом занимаемся. Причём Вася сходил на «Страсти по Матвею» в кино с друзьями, а ты с друзьями дома посмотрел. Да, но с друзьями зато. Да, ну в общем, я хочу вернуться к актёрам и к тому, что... Так как здесь герои мутируют, да, превращаются в существ, актёры долго готовились к этим ролям. И, например, Том Мерсье из... Мерсье, я всё правильно сказала? Мерсье. Да, он учился... Чему он учился? Имитировать звуки вот этого вот... Животного. Животного. И всё равно переозвучили. Два года ездил на поездах, потому что его герои не умеют летать. Смеюсь. Да, он учился летать. Пол Кирхер, он тоже учился имитировать вот... Вы посмотрели, кто такой Пол Кирхер? Да, это исполнитель... Шпаргалка. Главная роль, да. Вот, он учился тоже имитировать вот эти звуки животных. И, насколько я знаю, например, Денис учился играть... На колкала. Супер. Ну, типа, это такой навык, знаешь, который он супер неочевидный. Сто будто бы дают, я бы в жизни не пошёл. Да, Денис, по ком звонят. Вот, интересно, были ещё какие-то, возможно, у тебя роли, у тебя просто опыт, Егор, да, в котором вы привели какие-то странные навыки. Да, безусловно, но, кстати, про ваш фильм хотел сказать, что на самом деле не очень понятно, что Том Мерсье издавать звуки животных, потому что, ну, очевидно, что их подложили. Это круто, и прошу прощения, что мне тоже очень понравилось, что они, знаешь, на очень тоненьком как бы... Вот, например, когда мы учимся в театральных институтах, у нас существует такой блок, семестр, называется наблюдение за животными. И это, ну, в 95% случаев просто зашквар полный, потому что, ну, реально приходят люди и покажут там, типа, черепаху. Бывает бесконечно смешно, но чаще всего зашквар. И мне очень понравилось... Да, мне очень понравилось, что здесь всё-таки... В нашем бабле говорят зашквар. Что очень на тоненьком они это делали, как-то, ну, показывали какую-то деталь небольшую. Или, например, снимали план с Томом Мерсье со спины, чтобы... Это мне дожди написано там в Мерсье. Чтобы у нас... Чтобы у меня, как мне показалось, чтобы у нас не возникло ощущение кринжа, что, типа, камон, это просто человек в костюме птицы играет птицу. Ну, в смысле, что вот такая фантастическая реальность. И это работает. Фантастер оценил... Типа того. Круто. Нет, это правда очень круто. А какие ещё навыки? Вот недавно на лошади катался. Показывали мне, где находится стартер. Колесо поменял. Лошади. Ого. Колесо научился менять. На поводке. Пошутил в запрещенной социальной сети, что, типа, готов... Жесть. Я не знал, что на кваске запретил. Что, типа, готов принимать предложение о женитьбе. Он офигел. Потому что заменил колесо? Заменил колесо и покатался на лошади. Камон, конечно. А, рыцарь. Егор, а ты что умеешь? Я, да, ничего, если честно. Вася, ты что умеешь? А я ногу закинул закинуть умею. Круто. Я умею тоже издавать звуки, как животное, но я не буду этого. Покажи. Давай. Нет, это будет кринж. Такой же, как у нас. Супер, супер. Ты же можешь просто в подкасте наложить идеальный вообще звук, как там мерсье я сделал. А, давайте реально притворимся, как будто это мы, а вы наложите потом звуки. Давайте, я типа синица. Давай я буду имитировать. Ты сейчас будешь делать звук, а я такая... Давай. Угадайте, что за животное, напишите в комментах. Я не знаю, подкаст вышел из-под контроля. Это дельфин был. А, это был дельфин? Нет. Я у дельфина песню классно знаю. Реально, ты выбрал всех животных самое сексуально агрессивное? Вы знаете, что ежегодно регистрируется случай нападения сексуального? Дельфинов на людей. Круто. А я знаю классную песню про дельфинов, знаете? Я тоже знаю. Дельфины, дельфины, дельфины. Ладно. Ладно, да. Мы на тизер уже насобирали. Да, но что касается... Я согласна, на самом деле, я тоже обратила внимание на то, что животные изображены не кринжово. Не кринжово. Очень аккуратно. Очень аккуратно. И реалистично. Ну, насколько это возможно, я имею в виду. Я вообще даже не понял, что в фильме есть хамелеон. Настолько реалистично. Как эта девочка, вот этот маленький ребенок, который в конце сливается с деревом. Да, да, да. А, кстати, Тон Мерсье тоже довольно маскулинного играет героя в «Синонимах». Вы смотрели «Синонимы»? Вот он там такой, типа, брутал, да? Мне кажется, такой очень... «Синонимы» — это про взгляд? Да, да, про взгляд. Но очень хороший фильм, я его смотрела. Просто просили сказать. Рекомендуешь? Смотрим? Да, почему нет? Давайте поговорим тогда про отношения отца и сына, и вообще про вот эти родительские отношения. Давай, а можно я тоже скажу? Мне безумно понравилось, на самом деле. Ну, вот, мне кажется, что это как раз и есть режиссер в этом. Мне очень понравилась сцена, где они ехали в машине, и сначала отец кричал имя мамы. Ну, как бы... О, да, я представляю, что это моя любимая сцена. Вот начал помогать ему с сыном. Ну, это, ну, мне кажется, круто. И работает вообще просто на сто процентов. Это очень тонко, мне кажется, еще изображает изменение отношения с сыном. Он начинает понимать, как будто бы... Ну, он превращается. Спойлеры, 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 внимание. И как бы, как будто бы в этом проявляется его несочувствие, как эмпатия. И в этом мы видим, что он скучает по маме, да? Что он, как бы, на самом деле... Вначале он говорит, что она умерла. Когда его спрашивают, говорю, что с твоей мамой, почему вы переехали там, чем занимается отец. Ну, для меня скорее про сближение отца и сына. И о том, что они вдруг становятся командой. И тоже этот вопрос про поколение. Все равно, как бы, мне кажется, что отец для сына какая-то важная личность в его становлении. Мускулиным, токсичным, мускулиным человеком дальше. И что, что, что это их объединение как-то круто попадает куда-то внутрь. Да, кстати, Денис, у тебя есть такая интересная роль в сериале «Закрыть гештальт». Неожиданно, когда ты становишься отцом. Батя, да. Да, да, да. И интересно, когда ты готовился к роли, если это ок, то ответь. Когда ты готовился к роли, ты со своим папой как-то взаимодействовал, задавал ему какие-то вопросы? И с родственниками, да, какими-то, может быть. Кстати, интересно, мне кажется, что вот отец из сериала «Закрыть гештальт», мой персонаж, как раз супер токсичный, мускулиный персонаж, которого его взрослый сын в конце концов как-то меняет и говорит о том, что вот это твоя, батя, твои советские штампы, это вообще не круто, посмотри, что происходит в мире. И как бы не обязательно жить по учебнику «Как стать юношей на 100%», а что чуть все сложнее и интереснее. И, ну, как я готовился, ну, не знаю, это вот какой-то собирательный образ как раз из советских фильмов, какие-то штуки моего дедушки, скорее, не отца, а дедушки, какие-то его приколы, которыми он жил, соответственно, и которые уже кажутся, ну, странноватыми, на самом деле, в 22-м тогда году. Круто, круто. У меня столько мыслей сейчас пронеслось. А, вот я вспомнила, что, кстати, у нас вообще-то есть замечательный фильм «Камон, камон» Майка Милса, и он тоже показывает, да, и он тоже показывает вот эти здоровые отношения между взрослым и ребёнком, да, там он не отец, он дядя, но, тем не менее, он уважает ребёнка, он видит в нём личность, он как бы старается быть ему другом, он говорит, что, типа, если тебе плохо, покричи, это окей, нам всем иногда бывает паршиво, и, ой, я говорю, у меня прям мурашки по коже от всех этих чувств и эмоций, вот, и тоже, может быть, вспомним пару примеров, где вот отношения между отцом и сыном, потому что в «Королевстве зверей», мне кажется, они тоже довольно здоровые, на самом деле, ну, то есть папа не то чтобы сильно его продавливает, ну, окей, там есть вот это столкновение, да, что он подросток, ему хочется тусоваться, он такой, ну, а мне хочется маму искать, но он всё равно говорит, окей, иди, я тебя дождусь, и мы вместе поедем, он как бы не гнёт свою линию, вот, может быть, вы вспомните ещё парочку каких-то таких примеров? Вообще много есть фильмов, где именно мать — отсутствующая фигура, это странно, на самом деле, всё не наши фильмы, потому что у нас-то обычно отец — отсутствующая фигура, там, возвращение и так далее, а отец становится мужчиной, приняв на себя обязательство отцовства, это фильм «Скрэпер» с Харрисом Диккенсоном из «Треугольника печали», фильм «Камон, камон», правда, там дядя Хакин Феникс, да, но всё равно, потом есть пара таких фантастических фильмов, например, «Свет моей жизни», Кейси Аффлек там путешествует с дочерью и боится, что не может её защитить в мире будущего других мужчин, потому что там почти нет девочек, есть фильм «Дорога» с Вега Мортенсоном, где Шарлиз, и в каждом из этих фильмов мать просто решает умереть, чтобы им было легче, это Шарлиз Тарон, Элизабет Мосс, и вот не помню последний фильм «Умберто Пазолини», где красиво очень… Джеймс Нортон, или как зовут актёра, из «Макмафии» узнаёт, что он смертельно болен и решает наладить отношения с своим ребёнком, про которого я никогда не знал. Короче, полно сейчас историй, где именно мужчина без матери справляется с воспитанием. Да, да, конечно. А вот этот классический голливудский, вот тоже, это вот как раз те фильмы, на которых я вырос, где, по-моему, Бен Аффлек теряет Дженнифер Лоуренс и встречает ещё красотку, и там маленькая девчонка, и они с ним, это офигенный фильм. Там ещё Лиф Тайлер, и они в душе занимаются сексом. Абсолютно точно, и маленькая девчонка. Ой-ой, как же он называется? Классный же фильм. Не Джилья, а что-то как же… Девушка из Джерси. О, точно, я его смотрела. Да, классно. Я была в Джерси. Это внутренняя шутка была. Да, круто. Это наш мальчик в Джерси. Да, а я, кстати, знаете, что вспомнила? Я вспомнила Тони Эрдмана, там же клёвый отец, он уже взрослый, взрослой дочери, которая его не принимает, видимо, за какие-то ошибки в молодости, я уже не помню, честно, очень давно смотрела. Но, кстати, там же тоже он потом, ну, он странные вещи делает, но он пытается её оберегать как бы. А я вспомнила фильм, кстати, интересный пример, сделанный в Италии с Лимом Нисоном, потому что Лим Нисон-то играл тоже всё время мужчин, спасающих. Да-да-да, я найду тебя, я убью тебя. А тут он как бы играет в фильме, в котором он там с мальчиком, сыном в своём доме что-то ремонтирует. Я найду тебя, я воспитаю тебя. Ну и, кстати, возвращаясь к личным вопросикам, ну, мне кажется, что в фильме превращение главного героя в волка, да, волка же он превращается. Мы до последнего гадали. Ну да, ну, в общем, волк в создание. Верующий как медведь себя вёл, потом ему отец говорит, «Ты беги, как лиса». Да-да-да, ну, в общем, узнаем в следующей серии. Трансформер. Да, и, в общем, он меняется, и он вначале вынужден скрывать это от отца, от всех, и мне кажется, что это такая некая метафора взросления. Абсолютно точно. Я краснею. Я надеялся, кстати, что к нам придёт в гости Егор и расскажет, ну, как… Николай Дроздов и расскажет. И расскажет, ну, какие-то кинометафоры, которые мы имели в виду, абсолютно точно. Я уверен, что это какая-то история про взросление. Ну, вот «Я краснею» мультфильм Диснея, там девочка превращается в красного монстра, это типа метафора менструации. Чё? Да. Отличная метафора. Вот этот фильм «Джинджер Снепс» очень классный, про девочек, которые вдруг становятся оборотнями, тоже про то, что с тем тем что-то происходит, ты не понимаешь, что. Вот, это такой частый приём, да, с помощью каких-то животных, мистических существ, показать, как человек не может себя принять. Чё за мультик Дисней? Классный. Я не помню, как он называется по-английски, но у нас я красный. Но это тоже будет плашка. Это последний вообще мультфильм Диснея, у которого успели сделать пресс-показ, и в тот день нам сообщили, что… Вау. Рецензии можно не писать, мы уходим из России. Вау. Да, грустно было такое вечер. Третье марта. Слушайте, а у вас было такое в жизни, что вам что-то нужно было тоже скрывать от своих родителей, у вас врасхвост, например? Например, у меня… Татуировки. Да-да-да, у меня была такая ситуация, правда, у меня было 27, и я прятала от мамы татуировку, и мне пришлось с ней поссориться, потому что она была строго против. Такая, нет, Ксюша, умоляю тебя, никогда не делала татуировки. Я такая, да, окей, я себе сделала, но она… Поэтому все равно высокая челка. Да-да-да. Не, наоборот, не высокая челка. Чтобы мама не увидела. Да, конечно, конечно, всех куча таких историй, все бесконечности, что скрывают от родителей, вытирают двойки, пишут пятерки, это классика. Я вот не говорю маме, что я на подкасты хожу. Она против? Я не рассказывала, что я в бар хожу в 14 лет. Лучше бы ты и нам этого не рассказывала, посмотрите на меня. Я очень слышно, что тебе 14. А ты-то что, татуировка, да, и все? Да-да, ну, у меня уже, видимо, здесь вопрос сепарации тоже как бы задается, у меня, видимо, с ней все сложно, потому что я в 27 скрывала татуировку, но в итоге хэппи-энд. Но мне пришлось с мамой поссориться, чтобы ее не показать, потому что мы были с ней в примерочной, ну, мама такая, я устала, посижу, да, сяду, и я переодеваюсь, и как бы, а у меня она на бедре, и, ну, как бы, сори, но трусами ее всегда закрыто, она закрыта. Тут она решила мне что-то поправить, и я такая, о, боже, она сейчас увидит. Я начинаю говорить, не надо меня трогать. Она такая, ты что, психованная? Да, я хотела еще с вами обсудить органику главного героя, потому что мне показалось очень классным то, как Пол Кирхер играет этого мальчика, да, то, как он в него превращается, то есть он вроде бы еще человек, все с ним понятно, но мы видим, так как мы много за ним наблюдаем, мы видим и психосоматику вот эту, да, что он волнуется, он каким-то образом, там, у него дергается глаз, он становится каким-то дерганым. Мне показалось настолько убедительным, и вот я хотела, да, наверное, Дениса больше спросить о том, как... Да-да-да, вот я об этом говорил, что они как-то очень аккуратно и очень тонко показывали все эти метаморфозы, происходящие вообще, в принципе, с персонажами, которые превращаются в животных. Я думаю, что это как раз благодаря киноязыку, который они выбрали, что они как-то детально подходили к этим перевоплощениям, и как бы не жирно он вдруг снимает кожу с лица, а там уже оборотень, и он воет на Луну, а как-то очень, очень по-человечески, не знаю, да, ну как будто, как будто какой-то действительно какая-то болезнь, как и в жизни, когда с нами происходит не сразу, мы умираем, а постепенно. Да, и там, кстати, довольно противные, да, моменты, когда он ногти себя вырывает. Очень противные. Или когда Роман Дюрис, да, в этом я такая, а, надень перчатки, что ты делаешь? А вы знаете, между прочим... Что, Дэль развязалась? Нет, нет, что когда фильм показывали в Каннах, там была другая концовка. Нет, мы не знаем, расскажи, очень интересно. Бать, ты не превращаешь. Да, в Каннах показывали версию, в которой Адель Экзаркопулос превращается в животное тоже, то есть этим объясняется, получается, её пиетет к семье в целом, потому что у неё тоже происходят какие-то медленные метаморфозы в животное. И плюс ещё там была сцена... Ну вот прикольно, да, как интересно, то есть как бы... Извини, пожалуйста, что тебя перебью. Да, она же, ну, классная актриса, и она зачем-то пошла играть эту роль, а действительно, как бы в фильме, ну, получается, что она, ну, не, как бы какая-то микролюбовная линия для главного героя, и то как бы не уверен, что если бы её полностью вырежали, что что-то бы изменилось, честно говоря, теперь всё гораздо понятнее, почему она присутствует там. Вы знаете, история, почему мы изменили концовку? Короче, в Каннах показали, она женщина... Потому что сказали, что копы... Она женщина-полицейская, она превращается, но потом они узнали, что на Иви вышел сериал «Разрешите обратиться». Очень смешно. Про оборот, как погоняешь. Угага! Они такие, а мы не будем повторяться. Блин, Егор! Блин, Егор, блин! Но это правда, почему? Почему вы думаете, что это шутка? Нет, а как вы думаете, почему вырежали? У меня вот есть предположение, что, возможно, не понравился образ полицейского как-то вот... А может, он хотел продлить просто... Ну, хотя это было бы прикольно, если бы... Может быть, он подумал, что так будет слишком прямо. А тут, как бы, может быть, мы с вами как бы считали это как любовную линию. А некоторые такие, типа, может быть, тут всё не так чисто. Может быть, у неё тоже там, помните, из героини, которая говорит, что вот у меня сестра, и кто ещё там Да, ещё, например, девочка, у которой из ДВГ, она же тоже особенная. Ну, типа, она говорит, вот, на меня там я наорала здесь. Да, я, кстати, был уверен, что у неё тоже где-то хвостик спрятан. Да, я тоже так думала. И она такая, ой, я так и знала. Ну, то есть она тоже терпимо очень относится к ним, и это обосновано, потому что у неё есть ДВГ. А почему Адель так с пониманием, там как будто бы... Ну, мне вообще в целом показалось, что, на самом деле, вот мы тоже когда обсуждали с друзьями в своём микрокиноклубе, что они... На 300 человек. Да, что кто-то, когда кому-то кто-то объяснял из моих друзей, о чём фильм, он говорит, и вот, вот, есть животные, которых не принимают. А мне-то, ну, типа, их уничтожают, вот так кто-то выразился. Я говорю, в смысле? У них существует вообще-то специальный центр, где туда помещают этих людей, изучают, пытаются им помочь, что-то там они два года уже изобретают, и вообще так-то, типа, фильм, ну, задуман, не фильм задуман, а что поднимается вопрос толерантности, о том, что, как бы, типа мы терпимы к этим чувакам, но, на самом деле, когда с ними сталкиваемся, вообще оказываемся нетерпимы. Да-да-да, согласна, что вроде бы государство делает всё, чтобы защитить их, вроде бы, но, на самом деле, да, их называют тварями. А ещё прикольно, что, когда говорят про жену, кто-то из врачей говорит, вы её нам отдали, он говорит, вообще-то вы её силой забрали. Вот то ли дело в Норвегии, и ты сразу понимаешь, что-то такая метафора того, как в Скандинавии лучше с пандемией боролись, не защищая. Ну, зря вы, на самом деле, рассказали про пандемию, теперь вообще, короче, минус балл фильму. Как-то, ну, какой-то... Банальный? Или что? Пандемия, да, ну, отстой. Не, ну, он просто вдохновился, он как бы думал о том, что это про адаптацию в том числе. Всё-таки в этом плане больше мне нравится фильм «Волк», потому что в фильме «Волк» для каждого из детей это выбор. Чувствовать себя пингвином, попугаем или кошкой или нет. И фильм задает вопрос, типа, как далеко можно заходить в потворство, а не тому, что вот дети решают поиграть в животных. Помните, в «Новом сексе в большом городе» у... Как Черненькую зовут? Кристиан Девис, господи. Шарлотта. У Шарлотты дочек в какой-то момент говорит... Черненькую, блин, я думал, ты сейчас про какую-то женщину афроамериканскую сказала. Как Черненькую зовут? И я такой, я уже напрягся. Как Черненькую? Ой, ребятки, плохо вам не думать. Шарлотта, ага, поехали. Короче говоря, она говорит, моя дочка думала, что она кошка, но я неделю ставил этот миск с молоком. А вот в фильме «Волк» там прямо до конца дети идут в том, чтобы чувствовать себя животными. И тут сразу стоит вопрос, типа, можно ли этому потворствовать? На самом деле ты понимаешь, что это история не про детей, которые чувствуют себя животными, а там про сколько гендеров есть или должно быть. Что рационально, что нет. Потому что мы же вроде сейчас живем в цивилизованном мире, где каждый может сам себя определять. Но в то же время эти фильмы вдруг начинают так задумываться. А так ли это хорошо, что ребенок думает, что он белка, и ломает себе пальцы, карабкаясь по дереву? Вот там в этом плане сложнее все. Да, и вторая сцена в том, что Роман Дюрис приходит в лес и зовет сына и Лану, жену свою, и они ему откликаются. И он понимает, что, точнее, отзываются на его зов. Прикольно. И все понимают, что с ним все хорошо. Прикольно. А как мы вот тоже, Егор? Это про вышки 5G, про их влияние. Они наконец-то связь установили. А ну вот и что? И что, что он убегает в лес? А вы как это? Ты как умный человек, скажи, что хотел сказать автор. Не знаю, что все в семье друг друга приняли. И все в семье друг друга услышали. Просто приняли и услышали. Да. Думаю так. Ну и мне кажется, кстати... Поняли и простили. Поняли и простили. Прикольно. Вот этот финал классный тоже, где они откликаются. Да, да. Ну и вышка, опять же. И теперь у нас финальный вопрос, на который Егор очень хотел ответить. И мы даем тебе эту возможность. Егор, в кого ты бы хотел превратиться, если бы у тебя была возможность выбирать? В золотистого ретривера. В золотистого ретривера. Да, круто. Во-первых, это потребует меня минимальных усилий. Во-вторых, все давали бы мне поглаживание. Денис. В кого бы я хотел превратиться, если бы был бы животным? Если бы человеком, я бы мог бы превратиться. Если бы человеком. Да, я все понял. Точно не в птицу. Не знаю, в дельфина. Ну вы поняли. Мы все поняли. Начинать подать на людей. Воу. Я когда увидела план подкаста, тоже подумала про дельфина, но потом подумала, что свинья все-таки. Все-таки был план. Это тоже наш финляк. Там тоже есть, да, подводы камни? Есть анекдот про свинью. А, типа много удовольствия, да? Много удовольствия бесконечно. Нет, просто свиньи долго кайфуют. Слушайте, а я думала над вопросами, но не думала над ответами. Я тоже люблю много кайфовать. Ну я бы была, наверное, не знаю, капибарой. Просто потому что... Это в тренд. В тренде хочу быть, да? Каждый день в Медузе появляться. Мой племянник любит капибар. Хочу, ему нравится. Спасибо большое, ребят, что пришли, что нашли время. По-моему, классно поговорили. Вы упомянули просто кучу фильмов. Друзья, спасибо, что посмотрели подкаст. Обязательно приходите, посмотрите этот фильм в кинотеатрах. Нам очень важна ваша поддержка. Если вам понравился подкаст, поставьте нам лайк, напишите комментарий. Нам будет приятно. И напишите, каким животным вы бы были. Точно, конечно. Да, расскажите, пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok